Друзья, всем привет! Сегодня вторник, 6 часов вечера, и вы, как всегда, с нами на моем канале Руслана Булнасыров. Вы постоянно спрашиваете, где взять деньги на открытие бизнеса. Очень много вопросов мне сыпется в директ, очень много пишете вы здесь в комментариях. И сегодня будет отличный кейс, как молодая девушка, стоматолог, смогла привлечь деньги для открытия собственной клиники у своего клиента. Это невероятная история. Пойдемте знакомиться, узнаем, как работает стоматологический бизнес, как ухаживать за своими зубами. Я еще хотел сделать отбеливание. В деле очень много клиентов. Вы тоже не снимаете. В конце мы разыграем десяточку. Короче, это эксперименты на себе. Сейчас мы будем изолировать десну. У нас все ломается. Как из роддома. Ну вот, собственно, героиня нашего сегодняшнего выпуска, Гульназ Пархудзинова. Как всегда, мы начинаем с самого начала. Гульназ, приветствую. Здравствуйте. Смотрите, какая милая, приятная девушка и уже предприниматель. Истории у всех предпринимателей абсолютно разные. И Гульназ нам сейчас расскажет свою историю. Гульназ, расскажи, пожалуйста, как ты стала предпринимателем? Как ты стала собственником клиники стоматологии? Ну, вообще, я лечащий врач. И в одно время мой пациент, его зовут Руслан, это на сегодняшний день мой компаньон, предложил мне открыть клинику. Потому что я на тот момент арендовала уже кресло, хотела уйти работать на себя. Ага. Вот. Я у него спрашиваю, а какой у нас бюджет? Он мне говорит, 700 тысяч рублей. Ну, в общем, я ему сказала, нужно добавить еще нули. И он пропал. Мужики все такие, да? В общем, он пропал на 2 года. За это время я вышла замуж. Ага. Розила первого ребенка, забеременела вторым ребенком. И где-то на 8-9 месяца он объявился. Ну, и сказал, все, поехали, открываем клинику. Слушай, вот реально не было у человека 2 года в твоей жизни? Ну, мы общались, как бы, но не по этой теме. То есть, никакого, да, открытия клиники. Тем более, я была в декрете, и он даже на прием не приходил, потому что я не работала. Да, да, да. Да. Вот. И на 9-ом месяце беременности я проводила собеседование, нанимала персонал. То есть, мы начали организовывать это все. Почему он решил вот так неожиданно начать открывать, там, вот эту клинику, там, вот, начал думать на эту тему? Ну, мои пациенты, они всегда были со мной, и куда бы я, где бы я ни работала, они всегда за мной шли. И Руслан был таким пациентом, что, наверное, все 5-6 клиник, которые я поменяла, он везде за мной скитался, как говорится. И он мне... И галаги скитаются за мастерами-парикмахерами, за массажистами, за фитнес-тренерами. Это вообще убийственная тема, конечно, да? Ну, вот я, ну, мы начали разговор о том, что он спрашивал, почему ты постоянно меняешь работу, тебе что не нравится работать? И вот тебя тема такая прощупывает, такой, а что тебе не нравится, а что там, а что здесь? Ну, да, и потом, как-то, не знаю, что у него там челкнуло. Это синергия предпринимателя и специалиста-эксперта своей области, когда у одного есть деньги, он все ищет, куда будет пристроить, а у второго есть какое-то желание, но денег нету, да? В смысле, так? Ну, почти, да. Ну, я всегда мечтала о своей клинике, я, как примерно такая отличница, всегда старалась. Закончила сначала медицинский колледж, потом университет, ординатуру два года, то есть 13 лет, можно сказать, училась и шла к этому потихоньку, постепенно, и вот мы к этому пришли. Ну, возможно, еще он и во мне тоже увидел какое-то такое рвение иметь свое дело, свой бизнес. Я хотела работать там, здесь все идеально, то есть те работодатели, на которых я работала, они не могли мне дать все условия, которые мне нужны были. Сейчас немножко рекламы. Леха, поверни камеру. Вы видите полупустую площадку? Это говорит о том, что мы много продаем и мало покупаем, поэтому у нас акция. Мы сейчас объявили о том, что прибавим к вашей цене до 65 тысяч рублей за проданный нам автомобиль. Возможно, вы захотите обменять свой автомобиль на наш, у нас их достаточное количество. Ребята, приезжайте к нам, вот наши контактные телефоны, мы ждем вас. Вот первый кабинет, как раз-таки это новая установка. А ты сюда можешь заходить? Да, конечно. Леха, тебе туда. Кабинет вас ждет. Сегодня так страшно, мы включаем музыку. Если это детский прием, это ключевое, я извиняюсь, ключевое не пахнет, да? Не пахнет вот этими какими-то средствами, да? Да, я могу сказать, лайфхак небольшой. Но? Ну, мы покупаем ароматизаторы в Zara Home и меняем эти палочки, да, чтобы не было такого медицинского стематологического запаха. Слушайте, ну классно, я вот вам точно могу сказать, я вот сейчас зашел в кабинет, здесь прохладно. Несмотря на то, что на улице жара вот сегодня стоит, здесь играет музыка, светло, как-то так спокойно. Вот это все, конечно, ну, я уже видел такие современные кресла, вот эти вот кабинеты. Ну, все, Гульна, сложитесь, я готов, в принципе. Я думаю, мы слоняемся ролями. Сейчас будем лечить зубы, нам же собственник клиники говорит, что это все не больно, все очень технологично. В принципе, ничего сложного, три вот этих рукава, я надеюсь, ничего не перепутаю. Это просто фен, душ. Мы так детям объясняем, конечно. Серьезно? Да. Да, дайте мне ручку. И нужно нажать на педаль. То есть, вот, просто воздух, просто водичка. И все, да? Вы им показываете? Мы показываем, мы даем держать. Они сами нажимают на кнопку, нажимают стаканчик водичку. Это у нас пылесос, а не слюноосос. Он собирает слюнки. То есть, это у нас адаптационный прием такой, минус 15, мы общаемся с ребенком. Сколько стоит вот такой комплекс? 750. Но это не комплекс. Ну, вот это вот кресло, да? Ну, примерно 800-900, это оно обходится. Если укомплектовать, вот как у вас? Да. Офигеть, а это что такое? Это уже лампа Zoom для отбеливания. То, что мы с вами будем делать? Да. А смысл, отбеливают не пастами какими-то? Нет, конечно, специальный состав. А говорят то, что при отбеливании нарушается эмаль и... Это было прошлый век. Я сейчас передаю приветствую супруге. У меня отбеливание врач сломотолки. Говорю, дорогая, я отбеливаю зубы. Она говорит, не вздумай, говорит, ты что, говорит, это все, говорит, сейчас эмаль нарушишь. Нет, на самом деле это все уже усовершенствованные. И Zoom, кстати, вот именно Philips Zoom, это вообще самый топчик. И не перегревает звук, он работает с помощью холодного цвета. То есть, ультрафиолетовый цвет. Очень круто. Наносит гель на эмаль и проникает в битин. Давайте мы с вами поговорим... Садитесь. Давайте мы с вами поговорим на тему экономики клиники. То есть, получается, у вас по факту три кабинета. У нас по факту три кабинета. Шесть специалистов, которые работают по смене. С утра до вечера, да, с девяти до девяти. Ульнас, вот посмотри, у тебя не было опыта ведения бизнеса. По сути, ты занималась частной практикой. По факту была самозанятая, да? Да. Насколько было сложно вообще зайти в мир большого бизнеса, скажем так, для предпринимателя, который занимается исключительно только своей работой, это уже большой бизнес. Сколько это сложно? Ну, на самом деле, я до сих пор стремлюсь к тому, чтобы стать предпринимателем. Мне кажется, что я еще не предприниматель. Почему это? Потому что не хватает, наверное, знаний, информации. Я постоянно совершенствуюсь. Вот недавно съездила в Москву, как управляющая стоматологической клиникой. Это, да, то есть я уже немножко забросила такие курсы, как стоматолог... Немножко забросила? Как стоматолог-терапевт, а уже иду как управляющая. Насколько сложно? Быть предпринимателем человеку, который занимался по факту и был самым занятым. Насколько это у меня сложно? Ну, блин, мне капец как сложно. Вот он в ответ. Кстати, вон стоматология, белая причем. Пойдемся. А почему написано на детское? Потому что у нас есть детский прием. Почему написано белая стоматология? Потому что с одной стороны уже есть белая стоматология. А мы хотели сделать акцент. Они все по кругу знают, что мы еще и детей принимаем. Поэтому мы на этой стороне сделали детскую стоматологию. Вообще, наверное, работать с детьми это невероятно сложно, да? Это очень сложно, да. И тем более мы сейчас лечим на немножко другом уровне, без удержания детей. Мы их уговариваем. На самом деле очень много клиник в Казани, кто держит детей, и они так лечат. И в этот момент должны зайти сотрудники по защите прав ребенка, отдела какого-нибудь, и всех там повязать. Блин, кто боится стоматологов, сознавайтесь. Я боюсь, честно, очень сильно. Мы договорились с Гульнастом, что она посмотрит мой рот. И если это возможно, то сделает не то, а сразу же сделает не отбеливание. Ну, как бы, я же у вас телезвезда, то есть у меня же должна быть голливудская улыбка, да? Да, конечно. Блин, ну я... Белоснежная улыбка, это же визитная карточка любого человека. Вот так чешут все стоматологи, запомните. У вас изменится качество вашей жизни. Да, о-о-о! Этому в Москве сейчас научили, да? Прикольно. Насколько вообще люди боятся стоматологов? Ну, на сегодняшний день уже я не скажу, что у них прям такой сильный манраж. И вообще, я считаю, что у пациентов это не страх лечить зубы, а страх перед неизвестностью. Надеюсь, вам все нравится, поэтому досмотрите этот выпуск до конца, потому что в конце мы разыграем десяточку среди всех, кто оставит комментарий. Гульнаст, расскажите про экономику стоматологической клиники. Сколько можно зарабатывать с этого бизнеса? Вообще, по оказаниям, хорошая клиника, она сдает в месяц миллион. Но это большой-больший секрет. Большой-большой, но только для вас, девочки, я все расскажу. Да, я все расскажу. Клиника от клиники отличается, да? То есть, давайте так, сколько можно зарабатывать на одном стоматологическом кабинете? С вычетом зарплаты и расходных материалов? Да. Мне кажется, нет ограничений. Ну, как нет? Ну, смотрите, я просто в бухгалтерии реально не шарю. Я расскажу вам, как есть. Хорошая клиника считается, когда... Вы это же не снимаете? Конечно, нет. В общем, хорошая клиника, она сдает один миллион. Мы стремимся к этому. На сегодняшний день мы сдаем на три кресла 2,8. Несмотря на то, что мы третью установку поставили только месяц назад. То есть, выручку в вашей клинике 2 миллиона 800 тысяч. Это выручка. Да, это выручка. А сколько мы зарабатываем, то есть это... Я вам не скажу. Это небольшой, ну, такой процент, получается, 30-40%. Ваша рентабельность, да? Для того, чтобы открыть клинику, что необходимо? 5 миллионов денег. 5 миллионов на старт. И плюс помещение какое-то. В аренду. У нас помещение в аренду, да. Вы за сколько арендуете это помещение? 100 тысяч. А какая площадь? 200 квадратов. Нам очень повезло. О, хорошо. Да, нам очень повезло. На первой линии. Офигенно, офигенно. И несмотря на то, что нам всего лишь год, или для нас уже год, к нам приходит, ну, по крайней мере, один из наших конкурентов пришел. То есть такой взрослый дяденька и начал качать свои права. То есть пришел на разборки. Зачем? Нас это вообще никак не обидело. Ну, якобы мы обзваниваем их пациентов, там, или что-то такое, или ля трополя. Но на самом деле у нас нет времени делать холодные звонки. Мы даже на теплые звонки толком особо не успеваем. То есть у нас есть народ. И, видимо, люди видят то, что мы делаем. Тем более у нас очень активный инстаграм. И вот пришел разбираться. Поэтому нас это очень-очень радует. Мы, значит, выходим на такой уровень. Это называется признание. Признание конкурентами, признание рынком. А где вы берете клиентов? Что является источником трафика? В самом начале, когда мы начинали вообще нашелся этот бизнес, у меня была своя база в порядке 400 человек. Плюс потом реклама, реклама в инстаграме, везде, в общем. Этим занимается как раз-таки мой компаньон, Руслан. Реклама вся на нем. Ну, то есть и реклама, и еще плюс трафарное радио у нас у врачей, запись на неделю вперед. То есть это тоже очень немаловажно, потому что мы и тратимся на рекламу не так много. А то, что вы находитесь в жилом комплексе, это вот насколько улучшает вообще? Улучшает, улучшает. То есть к нам приходят с семьями, пришли лечить ребенка, остались родители. Пришел, ну, родители остались, приводят детей. Вы там долгосрочную аренду заключили? Долгосрочную аренду сделали? Да. Смотрите, какую крутую лаунж-зону мы сделали у нас в офисе. По-моему, теперь здесь можно кайфовать бесконечно. Прошло время розыгрыша. Я, как и обещал, разыграю среди вас, среди, точнее, тех, кто оставил комментарий к влогу про Акбарс-Арену. Три билета на экскурсию под крышу стадиона. Пошлись определим самого Фартова. У нас на кону три билета на Акбарс-Арену. Мы разыгрываем прямо сейчас. Самый крутой аттракцион. Ну, один из самых крутых, самых новомодных у нас в Казани. Поехали. У нас 301 комментарий. 301 комментарий, 9302 просмотра. Мы сейчас узнаем имя человека, кто первым залезет под крышу стадиона. Так, у нас есть победитель Загибалов. Загибалов? Загибалов? Загибалов, мы вас поздравляем. Арат Харулин, Арат, мы тебя поздравляем. По-моему, он уже побеждал у нас, да? Вообще удивительно. Некоторым фартит в наших влогах по нескольку раз подряд. И Эльза, Эльзушка, наконец-то у нас появилась девочка. Ну, действительно, вот в этом розыгрыше девчонки должны были победить, потому что Катюха так за них топит. Я всегда так болею за девчонок. Да. Ну что ж, Эльза, Эльзушка, придется тебе залезть под крышу нашего казанского стадиона. Если побоишься, то я могу. Продолжай смотреть влог. Арат пошел. Тебе, Лёг, сюда нельзя. Нет-нет, Эльза, нам девчонки на рецепции сказали, что у них есть фишка такая. Перед приемом к стоматологу можно почистить зубы, но как вообще фантастика? Оказывается, есть зубные щетки с нанесенной уже зубной пастой. Просто берешь, ну, как? Полки влогу возишься. А мне кажется, офигенным. В самолете, в поезде. Лёха? Я думаю, мне скоро пригодится. Показываю. Слушайте, все-таки, как важно увидеть понимание клиентского сервиса. Смотрите, клиника-то небольшая, по сути, да? Стоит у них что? Ополаскиватель для рта. Вот эти вот щеточки, которые Лёха украл. На входе, кстати, у них леденцы без сахара. Помимо, тоже покажу. Это офигенный маркетинг. Это как раз то самое, про что рассказывает нам Гульнас, что есть хорошие эксперты-врачи, но они не догоняют маркетинги в клиентском сервисе. А это, наверное, самое главное оружие в конкурентной войне. Леденцы очень желаются. Они без сахара, кстати. Хотя детей у меня много. Как говорится, лишнего тоже не будет. Все, мужик, давай в себе, если ты можешь. Пойду лягу в это супер персональное кресло. На самом деле, у меня такое ощущение всегда относительно стоматологии, что тебе залезают в мозг. Когда ты открываешь рот, по-моему, ничего ближе к моему мозгу из-за народных тел никогда не было. Ну, разве что только чей-то ботинок. Но это было очень давно и в детстве. сейчас, когда ты уже вырос сейчас, когда ты уже вырос, это все кажется, ну, очень страшным для меня. Доктор, разрешите? Ребятки, насыпьте нам лайков и комментариев, потому что я уже ради вас что только не делал. И татуху сводил, и туда ходил, и сейчас ложусь на процедуру по отбеливанию. Вроде бы для меня хочу вам показать, как было до, как было после, чтобы вы понимали, стоит, не стоит. Короче, это эксперименты на себе. Ну, все, мы начинаем процедуру. Наденим вам шапочку, попорсим вашу прическу немножко. Ставьте лайки, ставите комментарии, это очень важно. Руслан, на самом деле, сказал, ставьте лайки и пишите комментарии, это очень важно. На самом деле, такую лампу могут купить многие, но использовать оригинальные гели могут не все. То есть, очень много фейков, даже вот у нас по городу. Здесь есть определенный такой чип, он вставляется в оборудование на эту лампу. Лампа работает только на оригинальном геле. Здесь очень, прям целая книжка, которую можно читать. А вы читали? Читали. Да. Перевод. А сколько это стоит? Собестоимость или процедура для центов? Для процедуры. Процедура стоит 25 тысяч рублей. Но мы иногда, серьезно, мы иногда делаем акции, только тогда, когда у нас идет закуп более дешевле. А когда еще и стоимость? Я не буду говорить. В оригинальный набор входит, помимо геля, еще и домашнее отбеливание. То есть, мы пациенту даем специальные капы, которые мы сами изготавливаем на специальном вакуумформере. Гель даем домой. Плюс, также, укрепление, рельеф, это реминирализация. То есть, в любом случае, нужно укрепить зубки после отбеливания. Поэтому, процедура не может стоить дешево, потому что себестоимость, но это все Америка, мы сами закупаем ее и не задешево. Поэтому вот такие. На каждом лименце, на каждой коробке написано Филипс Зу. А три. Сейчас мы будем изолировать десну. Сначала ватные валики кладу. Губы расслабятся максимально. Изолируем кожу вокруг пола сердца. Вы слюни глотать можете, туда ничего не попадает. Отбеливание вы никогда не делали. Угу. Мы включили лампу. Лампа у нас будет гореть 15 минут. И гель наш активируется с помощью лампы. Следующий этап будет такой же. Я снимаю гель с зубов, смываю его, наношу новый и снова включаю лампу. И таких этапов будет четыре. И после четырех этапов мы уже увидим результат. Наша любимая Волга уже успела покрыться пылью, пока ждала вас, точнее тебя, того, кто-то участвует в нашем розыгрыше этого замечательного автомобиля. Наши условия, как всегда, простые. Необходимо быть подписанным на наш канал, необходимо быть подписанным на мой инстаграм, вот мой инстаграм. И, конечно же, вы должны оставлять комментарии там и там. Мы поменяли на машине карбюратор, я вам хочу показать, насколько она идеальна. Она просто идеальна. Леха, со стороны пассажира. Я падаю в этот корабль наших российских современных дорог. Почему я сказал слово современных, я даже, честно говоря, не понимаю. Мне хотелось что-то вам сказать такое красивое. Сейчас она работает. На той неделе мы ее пытались оживить, у нас ничего не получалось, потому что карбюратор то с одной стороны что-то там воздух подсасал, то с другой что-то у него текло. Ребята говорят, давайте попробуем его реанимировать. Я говорю, нет, машина, скорее всего, уедет куда-то. Даже если она останется в Казани, мы попросим нового владельца сделать на ней путешествие, сделать видео-фотоотчет. Мы будем вам показывать, насколько автомобиль безупречный. Это действительно крутая штука, которой я делюсь с вами, мои дорогие подписчики. Это ретро, которое находится в безупречном состоянии. В России таких автомобилей, поверьте мне, не много. Я хочу сказать слово единицу, но вы меня закидаете кирпичами и скажете, что их тысячи. Пусть это будет так. У каждого свой взгляд на это вещи. Мы с вами сейчас отправляемся в небольшой тест-драйв. Я хочу, чтобы вы послушали, как работает ходовая, двигатель и все остальное. Вы слышите, точнее, вы не слышите ни одного скрипа. Она только цыкает. Цыкает своими клапаночками. А я хочу... Ой, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Это механика, ребята. Для всех критиков говорю, то, что мы не пристегнулись с Лехой, для того, чтобы так было удобнее снимать, так сидеть удобнее, и мы не выезжаем на дороге общего пользования. Вообще, ребята, спасибо вам за то, что вы внимательны. Меня, конечно, уже заклевали очень многие какими-то своими замечаниями. Ты не то делаешь, ты не так делаешь. Но от этого и приятнее. На самом деле, вы меня поправляете по делу, по сути. И я хочу вам сказать за это спасибо. Я становлюсь лучше. Я хочу, чтобы вы тоже становились лучше. Поэтому, когда я делаю какие-то просьбы и замечания, вы тоже это учитываете и сделаете. В настоящее время я прошу вас подписаться на канал, подписаться на мой инстаграм, писать комментарии там и там, потому что это будет являться одним из условий участия в этом розыгрыше. Все. Мой спич закончен. Мы с вами смотрим влог дальше и чуть-чуть катаемся по нашему паркингу. Как же круто гонять на такой тачке. Ребята, блин, ну очень круто. На самом деле, этот автомобиль прошел все испытания в нашем сервисном центре. Я лично сам его проверил и хочу вам сказать, что машина сейчас действительно в безупречном состоянии. Это очень круто. Кондей нет, правда. Ну, как говорится, лет скоро заканчивается, вопрос уже будет неактуальным. Оставляем ее здесь? На время. Пока ты ее не заберешь. Кайф. А ты че, кайф? Едем дальше. Теперь поговорим про что продается в основном. То есть, какие услуги? Ну, в принципе, ортопедия, то есть, это протезирование, то, что немаловажно, импланты, зубы все хотят. Вы это тоже делаете? Мы делаем все, у нас весь спектр услуг есть. И также в терапии, то есть, лечения у каждого человека по 32 зуба и хотя бы один год все равно болит, заболевает. И поэтому к нам приходят, обращаются. А почему столько стоматических кабинетов закрывается? Я думаю, знаете как, вот если бы я открывала клинику одна, то я бы тоже это не вытянула, потому что я легче еще врач и я не бизнесвумен. Сейчас может быть как и безусловно. Сейчас я стремлюсь к этому, но в основном вот Руслан мой компаньон, он и занимается и рекламой, то есть, в нем есть такая жилка. И благодаря ему, он дает мне силы, и я развиваю медицинскую часть, то есть, развитие в клинику вложой. Ну правильно, да, вы занимаетесь медицинской частью, а он фактически... Да, а он занимается рекламой. И когда мы работаем вот так сообщаем, нам легче, он потому что не медик, он не понимает медицинскую, но он тянет клинику вперед, тоже развивая. А те клиники, которые закрываются, там, наверное, просто, ну вот есть главный врач, есть лечащий, еще если этот главный врач, ну в общем врач лечит, на приеме сидит, у него нет времени заниматься другими делами, то есть, ни управлением персоналом, ни развитием. А мы каждый день делаем для того, чтобы наши сотрудники радовались, приходили на работу, то есть я всегда ежемесячно на собраниях, когда мы их проводим, получаю отзывы от своих сотрудников, что как же классно, о, спасибо, там, взять кофемашину в клинику, например. То есть для них, для нас это может быть мелочи, а для них это радость. Вот, мы делаем все для сотрудников, и сотрудники тоже, в тот же момент делают все для нас. у нас команда и возникла новая идея. Мы открываем рубрику «Ваши видео». Присылайте нам видео любого формата, но желательно загруженные на какой-то диск, Яндекс, либо Майл, либо еще куда-то. Присылайте его ко мне в Директ. За каждое видео, которое будет опубликовано у нас на канале, я заплачу автору тысячу рублей. Я это буду делать один раз в неделю, в пятницу мы планируем пока. Еще у нас есть одна проблема, мы не можем найти название рубрики, придумать, поэтому я хочу попросить вас написать версии. Поэтому я хочу вас попросить помощи, предлагайте свои варианты названия этой рубрики. Буду всем премного благодарен. Если ваше название окажется верным, я заплачу три тысячи рублей. Еще раз хочу уточнить одну очень важную деталь. Видео может быть любого формата, но очень важно, чтобы вы его загрузили на Яндекс.Диск, либо Майл, либо еще куда-то. Еще темы любые, присылайте любое видео, мы сейчас разберемся, какой же формат видео для нас будет допустимым, и после этого уже будут какие-то четкие и жесткие критерии. А пока все, что угодно, друзья. Ну, без похабщины, без жестокости, без там порнографии какой-то. А все, что происходит вокруг вас, то, что вы считаете интересным, снимайте и присылайте мне в Директ. Три кабинета, да? Да, три кабинета. Неужели три кабинета генерят выручку 2 миллиона 800, а? Три будет. В сентябре будет три. У нас такой план. Молодцы. Три кабинета, то есть каждый кабинет в миллион. Да. Я вам скажу, что это на самом деле очень круто, потому что показания таких клиник очень мало. Ну, понятно уж, конечно, что еще будет говорить собственник о клинике. Что он будет говорить? Я про то, что евреи-то не зря были стоматологами. Помните, да, эту тему? Самые лучшие стоматологи это братья, как говорится, со святой земли там, или как там, а? Так, это у нас третий кабинет. Третий кабинет? Они все универсальные, эти кабинеты, я правильно понимаю, да? Да, они почти все идентичны. О, уборка идет, нерально. Можете сюда снять наши сертификаты, это наши специалисты всегда развиваются, сюда учатся. Да, мы не останавливаемся. Здравствуйте. Это наши ассистенты, они сейчас сделают генеральную уборку, пользуются случаем. А связи там с этими карантинными делами как-то у вас есть какие-то более ужесточения, что-то такое есть? Да, конечно. Есть, да. То число сегодня, Леха. Это у нас религент кабинет. А вообще все оборудование, это все, конечно, иностранные производители из отечественного, российского, даже в расходных материалов у нас, наверное, только вода и перекиси водорода. А почему так? У нас все ломается. Но наши делают или нет? Наши пока еще не делают. Именно прицельные снимки такие нет. Американский аппарат? Да. Клиника 200 квадратных метров, это у нас вот здесь получается зона ресепшн, три кабинета. Есть три кабинета? Ну, у нас есть стерилизационный кабинет. Что есть? Стерилизационный кабинет. А это что такое? Там упаковываются и стерилизуются, дезинфицируются инструменты наши. Я бы Леху на стерилизацию сдал. То есть здесь немаловажное оборудование, которое тоже стоит денег, запечатывающие пакетики. То есть А что такое? Это автоклав, там стерилизуются инструменты. То есть они закладываются в таких вот упаковках, каждый инструмент отдельно. и стерилизуются. То есть оно там жарится в 200 градусов. Серьезно? Да. Бургер может готовить. Стрядь криверот. Я сейчас сниму и сразу нужно быть полосным фейдером. Увращение. Сейчас посиди с капой и ты, ну, блин, вообще. Результат даже я беру. Так, давайте проверим. Провняем. цвета. Был исходный цвет А3, если вы помните, да? Я вижу разницу в левотонах. Так, посмотрим зеркало. Сейчас посмотрим. А! Как из роддома, а? Ну, реально зубы белые. Нет, на реально, конечно. Очень классно. Ощущения не самые приятные во время отбеливания. Но не больно, что очень важно. А надо делать эту процедуру раз в год? Обратный откат в любом случае есть. Зубы захотят и возьмутся к своему цвету. Поэтому раз в год. Как сейчас выглядит стоматологический бизнес в Казани? То есть, сколько вообще игроков, сколько клиник, кабинетов, вообще вы считали, нет? Клиник, кабинетов намного. Не, много это понятно. Но вообще кто-то считает? Если только по дублинам, вы считали? Нет. Тяжело найти вообще врача? Хорошего? Да. Но вот именно в моей команде у всех наших сотрудников горят глаза. И мы смотрим в одном направлении. Это понятно. Это же все. Качественное лечение. И поэтому мы очень сильная команда. Я каждого сотрудника выбираю, отбираю сама. И те, кто не совсем совпадает у нас с взглядом, с кем, они выпадают из нашу команду. Мы выходим с вами? Ну все, друзья. Закончен наш эксперимент по отбеливанию зубов. Спасибо Гульнас и клинике белой стоматологии. Без сахара. У нас в конце есть, как всегда, розыгрыш и еще и оффер. Мы хотим разыграть среди всех, кто оставит комментарий 10 тысяч рублей. Это будет 3 по 3 300 и оффер. Клиника белой стоматологии предоставляет скидос на отбеливание зубов, чтобы зубы были как у меня сфер. 25 тысяч рублей это их стандартная цена и 15 900 для всех моих подписчиков. Промокод Руслан Булнасыров. Все это действует в течение августа. Успейте к 1 сентября почистить свои зубы. Все, друзья. Спасибо большое то, что были весь выпуск с нами. Я надеюсь, мы вам рассказали в целом о бизнесе стоматологии. На следующей неделе встречаемся точно так же во вторник в 6 часов вечера. Пока. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова